Копчёные перепела, свежие маринованные яйца, куриные купаты, домашняя колбаса из мяса птицы. Семья Пуховых больше трёх лет занимается домашним хозяйством. Всё начиналось с простого интереса и одной птичьей клетки. Потом увлечение переросло в перепелиную ферму за пределами города. Сейчас Эдуард и Ольга также выращивают кур, индюшек, уток и гусей. Производят натуральные продукты высокого качества. Наши птицы выращиваются на нормальных кормах. Наша птица может иметь свободный выгул. Наша птица не кормится никакими гормонами роста. То, что используем мы, это свежее, это с соблюдением условий хранения, это выверенные рецептуры. И, соответственно, этим мы добиваемся хорошего вкуса. «Вкуснофест» – праздник, который объединяет всех любителей качественной еды и напитков. На ярмарке в парке имени Зернова собрались предприниматели пищевой промышленности, а также самозанятые мастера керамики, текстильных и вязаных игрушек, маловарения и шитья. Саровчане смогли приобрести свежую выпечку, аппетитные бургеры и роллы, кондитерские изделия, фруктовые и ягодные морсы, имбирные пряники, картины и сувениры для дома. Порадовать детей игрушками и воздушными шарами. Интересные, разнообразные фирмы представлены, конечно, да, все интересно посмотреть, это все видим в интернете, но мы потом ассортимент посмотрели, как говорится, вживую, не на картинке. Вообще шикарно, мне очень понравилось, очень все вкусно, самое главное – доступно. Ну, интересно вот эти поделки очень, ну и это тоже на свежем воздухе, видите, как народ с удовольствием гуляет, еще и подзаправится. В этом году из-за пандемии от развлекательной программы пришлось отказаться. Праздничную атмосферу организаторы создавали с помощью приятной музыки и фотозоны. Вообще настроение чувствует такое приподнятое, да, ребята подходят, спрашивают, а это вы организовали, вы хотите нас поддержать, настроение нам сделать, это население, да, да, конечно, хотим настроение сделать. Предприниматели стараются, и все рады, предприниматели очень азартны, подготавливались. Сейчас они подвозят, подвозят еду, я думаю, что, ну, они не ожидали даже такого вот ажиотажа среди населения. У нас все получилось, люди пришли, люди полны энергии, радости, предприниматели у нас очень довольны, и мы считаем, что от этого мероприятия выхлоп прямо буквально 100%. Конечно, приходится подходить и напоминать людям о том, что необходимо соблюдать дистанцию. Мы бесплатно раздаем маски всем присутствующим, главное, чтобы было безопасно. Для предпринимателей «Вкуснофест» стал отличной возможностью показать продукцию, поработать с большим потоком людей, для саровчан открыть для себя новые вкусы, познакомиться с производителями кухни и разных кафе и ресторанов города в одном месте. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.